здравствуйте друзья понедельник с утречка движим на работу сегодня у нас в плане почти почти забытая акция по встрече в аэропорту новичков я сегодня должен к 8 вечера подъехать и встретить вот представьте себе разговаривал с людьми и говорю вот будет кнопку нажимать они ведь какую кнопку пойти сначала забывают куда волга впадает потом забывают какую кнопку нажимать на нашем иммигрантовозе понимаете очень мы сегодня всем покажем как нажимается кнопка а вы друзья кто будет смотреть вы в этот момент должны кнопочку лайк нажать дать такой посыл позитивный людям которые меняют свою жизнь нажатие кнопочки закрывает дверь ну символически там багажник но тем не менее закрывает дверь в прошлую жизнь и открывает в новую куда мы едем в общем так такое символическое действие давно что-то давно что-то никто не говорил встретите меня пожалуйста в аэропорту как-то народ вот сам обходится и тут у нас вот такое ностальгическое действие что еще сказать вчера вечером беседовал с блогером натальи квик которая совершает турне по российской федерации и она была в москве потом она была в туле вы знаете как блогеры путешествуют у них всюду там друзья поклонники почитатели ее узнали на красной площади ее узнали у стены тульского кремля в общем и так далее да ее муж увлекающийся там сборкой разборкой спортивных автомобилей гоночных облазил там все танки которые в туле нашлись в общем получил масса удовольствия кульминационной точкой их поездки стало посещение города рыбинска ярославской области вини из рыбинска уезжать не хочет требует переселить его туда кульминационным таким ну как бы ключевым моментом стало посещение бани с вениками вот и он говорит если можно раз в неделю с веником ходить в баню зачем вообще куда-то уезжать понимаете то есть рыбинск на него произвел гораздо лучшее впечатление чем москва и тула вот им еще предстоит санкт-петербург поехать но он как-то даже не уверен что он хочет ехать санкт-петербург понимаете да вот по словам наталья больше всего его удивило то обстоятельство что выйдя из парной на улицу где температура была плюс 7 градусов цельсия он не почувствовал холода и вот этот удивительный физический эффект эту климатическую аномалию можно так сказать он пытается объяснить до сих пор и для этого ему нужно провести исследование на месте там прямо вот в рыбинске ночью такие интересные такие интересные дела происходят и как сказала наталья первый раз ягод еду из америки значит на родину так что на второй день мне не хочется возвращаться уже обратно так обычно она приезжает и думать что я тут делаю и хочется обратно а тут вот такая у нее веселуха друзья становитесь блогерами чтобы у вас повсеместно были поклонники вот и будет да но обязательно нужно уехать из страны знаете чтобы вот так восхититься баней или там какой-то поездкой конечно нужно жить где-то еще потому что это просто так живешь во-первых тебе уже не так рады во вторых контраста вот этого нет конечно вот так что по-настоящему вот надо чтобы оценить надо уехать куда-то стать блогером чтобы у тебя завелось много людей которые тебя ждут и так далее в москву на встречу с натальей приехала женщина я боюсь соврать откуда ну назовем это условно волгоград вот и значит она уволилась с работы чтобы приехать встретиться с натальей потому что ее не отпускали с работы она просто уволилась и вот вот так друзья живут блогеры вот так вот за нас переживают люди и хотят с нами встретиться такая вот история ну что вам еще на сегодня рассказать интересного у нас много сюжетов вы знаете я я чё-то вот разошелся последние пару дней там на десяток сразу так получилось но зато до этого пару дней ничего не было ну так как то может я напугал там наших новых подписчиков не знаю как то я смотрю так сколько народу испугалась отписалась там с пол сотни а может быть это огорченные неудачи в лотерее green card люди там отписывают каждый год бывает вот примерно в это время они переживают отписываются огорчаются не нужна нам эта америка идут в баню с веником и говорят действительно не нужна поэтому друзья если у вас есть сомнения по части нужна вам америка или не нужно сходите в баню непременно с веником и и тогда вот могут отпасть сомнения это интересный инструмент сайте вот часто люди спрашивают как вот понять нужно мне или не нужно в баню в баню с веником вот такой наш ответ будет сегодня и на будущее тоже что еще сказать какие у нас нынче новости знаете чё я пока не очень хорошо соображаю с утра потому что так сильно отвлекся за выходные что надо еще собраться с мыслями я так с поток сознания вчера мы со светой сдавали дом который все света строила перестраивала вы из полал там ну и поскольку я так как-то был не при делах то пошел в трансляцию в перископе youtube там не тянул то есть чтобы в youtube выйти в трансляцию это нужно какой-то более серьезный интернет вот а все что там было это просто мой сотовый вот чего там он мог подобрать но этого хватило для перископа ночью пошел в перископ там 40 минут проболтал вывесил все это наш канал в ужасном качестве 240 но что реально получается что перископ имеет такую фишечку когда ты его устанавливаешь на у себя на сэлфон он имеет такую фишечку сохранять локальную копию и когда я съемку веду качество хорошее качество hd понимаете и почему-то вдруг не сохранила локальную копию я пытался поискать на эту тему погуглить но вот всюду пишут как это сделать а то что иногда копия сохраняется а иногда копия не сохраняется вот на счет ничего не пишут причем я вот тоже с натальей этот вопрос обсудил и она говорит представляешь где тут у меня то же самое в москве в этом один перископ она делала сохранилась хорошая копия качественная и едишь на ну там не 1080 там 720 но очень прилично вот а второй раз гать снимала и потерялась то есть так вот странно работают всякие перископы вроде ставишь настройки то срабатывает то нет значит почему это происходит ответа у меня нету но вот такая история я буду пытаться может быть делать какие перископы в надежде на то что сохранится какая-то качественная запись но может быть не на улице где просто селфон может быть не очень тянет а где-то где интернет есть поприличнее я делал попытку вот с гольф клуба где мы на на ужин ходили куда мы ходили на ужин и там минут 57 там поболтал вот эта копия сохранилась мы подключились там к локальному интернету там был вот это копия прекрасно лежит прям сразу mp4 и сохраняют изумительно ну что еще думаю думаю да завтра к нам заглянут еще раз марина могилка съем мамой вот и какие-то не гостиницы там для нас знаете как из санкт-петербурга гостинчики вот а у меня для них есть книжка который мы подпишем и марина говорит даже давайте может быть там какой-нибудь прямую там трансляцию сделаем ягла чё нет легко сделаем из офиса то прямую трансляцию делать это же не то что там день в степи вот там все условия для прямой трансляции так что причем это что получается завтра это что будет это будет 9 мая день победы вот так интересно у меня никакой атрибутики нет для дня победы в офисе то есть там есть фуражка но как отбил царской армии какие-то пилотки советские но они такие больше я бы сказал глумливые то есть не не подходящие под серьезную такую серьезную дату ну посмотрим вот может быть просто поболтаем ладно значит у нас впереди большие планы прошел вот тот пик который на нас навалился в течение недели видео о том какие вопросы задавать на интервью на это видео насыпалось 270 тысяч просмотров где-то она в каких-то топах выскочила youtube я так его настройки где-то менял и вот значит куда-то вынесло это видео 270 тысяч просмотров из этих 270 тысяч просмотров у нас появилось 7000 новых подписчиков это так неожиданно за неделю 7000 подписчиков вообще потрясающе вот я постараюсь их не разочаровывать но 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 что делать вот мы какие есть такие есть я буду очень рад если им и дальше понравится так что да что еще сказать вот эта волна закончилась то есть мы выходим на наш обычный уровень трафика подписки дамы и так далее так далее вот я конечно могу сказать что вот блогеры делятся на две категории есть такие с которыми приключались вот такие фокусы а есть такие с которыми нет вот еще неделю назад со мной такого не приключалось а сейчас уже приключилась я хочу сказать что в этом есть потрясающий драйв и это очень классно знаете когда с утра просыпаешься смотришь там а с вечера тысячи человек там иногда полторы тысячи новых подписчиков и даже иногда знаете возникает такое ощущение что думаешь может быть я заслужил найти может быть это заслуженно все но ты гонишь от себя эту мысль ты понимаешь что поменялись настройки ютюба и в общем никакими свои собственными действиями я ничего такого не совершал но вот в общем так вот знаете как медные трубы да так вот но надо оставаться на почве реализма что еще сказать прошли выборы во франции мы на самом деле в какой-то момент можем отдельно поговорить на эту тему это очень очень интересное мероприятие произошло такое произошло то есть с одной стороны мы видим общее европейскую такого общезападного мира тенденцию к отрицанию отторжению политического истеблишмента люди не хотят политического истеблишмента то есть можно сказать конечно что этот макрон он был министром когда-то это правда но он не был политическим деятелем он никогда не избирался ни на какую публичную должность он никогда не производить не проводил избирательную кампанию и безусловно это кандидат не системный вот а системных никто не хотел и вот чем такая такая очень интересная картинка получилось но вот пишут что европейцы глядя на соединенные штаты глядя на трампа не на трампа которого избрали потому что когда трампа только избрали то было много разговоров о том что сейчас вся европа вот пойдет вот вы этим путем а когда он уже заступил и какие-то вещи начались там ну те деяния какие-то да и реакция на эти действия в стране то вот европа как бы перепугалась и сегодня прочитал я не знал но поскольку обсуждают выборы во франции то я прочитал что плохо относятся к трампу 82 процента французов что еще хуже чем 71 процент по отношению к путину понимаете значит трампа не любят 82 процента то есть если ты сегодня говоришь что ты типа с трампом если ты с ним вместе фотографируешься а если он говорит вот там что-нибудь такое доброе в твой адрес то это как вот получается клеймо какое-то для вот европейского там зрителя потребителя поэтому очень очень интересно сейчас таком мире мы живем потрясающим все так динамично на переломе что-то такое на переломе давно не было ничего такого я бы сказал так что последний раз вот такого плана что-то происходило когда развалился советский союз и вдруг такой биполярный мир да вот есть вот вот это и вот это да и я носите два мира и они конкурируют как-то борются и вот все подчинено победе в этой борьбе или скажем устоять в этой борьбе и когда вот эта часть рухнула и мир изменился мир стал другим вот и сейчас мы вот примерно такое же самое заходим когда мир становится другим когда как бы не получается управлять по-прежнему да то есть не не работает система она население отвергает вот то что было поэтому мир должен научиться западный мир должен научиться как-то по-другому функционировать и мы с вами уже являемся свидетелями этого процесса я думаю что ну начало этого процесса а я думаю что мы будем свидетелями того как это состоится у стаканится у трясется и будет происходить дальше поэтому я лично очень так восхищаюсь может сказать масштабом событий и тем что это происходит у нас на глазах что же получается стать нигде шли так посмотрим конечно вы можете сказать михаил а чтоб тебе на студенческий паркинг не отъехать и не то чтобы я там как-то брезгую это не так но просто мне казалось что должно быть что-то ближе вы видите друзья вот говорят расскажите о недостатках америки вот вот вам недостаток приезжаешь на работу и так чтобы поближе к двери офиса нету паркинга нету поближе к двери тут слева есть да вы видите но слева это не наше здание и не положено я по правилам как бы стараюсь у нас многие на правило внимание обращают но я как человек который пример должен подавать вот я по правилам каждое здание тут четыре на плазе имеет свой паркинг и этот паркинг является собственностью здания как бы он принадлежит зданию поэтому не положено все друзья давайте я разверну что ли этом у нас получится вот сторону светлого образа это я по себе вот мы и приехали кто досмотрел вот примите искренне уверение в неизменном восхищении и признательности если уже вы действительно в этом месте поставьте уже поставьте лайк чтоб я знал что вы там были и до скорых встреч